Ну все, как надумали-то? Ну как, вот так надумал тебя, не забываю, Игнат Тихонович, земляка своего, голубятника. Вот стою в голубятни у брата, решил показать голубей, если вы не против. Вы же мне сказали, проблем не будет, звони, да? Ну и думаю, с вами переговорю насчет этого, показать вам голубей наших. Если вы не против. Хорошо. Смотрите, вот тут мой братишка, мы вот тут голубятни, я хочу вам показать Будапештских наших голубей, если вы видите. Высоколетные, Игнат Тихонович, очень интересные, летят, классно, по 3-4 часа кружатся, Игнат Тихонович. Больше 4 с лишним псами. Да, вот. Птица очень интересная. Он видит их, да? Да, да, видите, Игнат Тихонович? Да вижу, конечно. Белые сизоголовые, белые с желтоголовые. Вот. Саратовских химиратов пролетали до меня, купили люди, арабы, вот этих высоколетных, они до 4 часа влетают в точку уходят. Вот так. Сильно хорошие. Так что, Игнат Тихонович, можем вам передать. У меня погибнут они. У нас 35 градусов мороза, сейчас 45. 45 будет. А они на улице у меня, просто на улице. Они вылетают на крышу, сидят полдня, там снег клюют. Ваши замерзнут. Мне давали такие, они все замерзли. Да вы что? Ну, конечно. У вас комната-то какая? А у меня что, на чердаке? У нас плюс 10, 10 градусов. Тепла. А у нас 35. 35 уже. Вот. Вот такая птица, видите? Интересная. Я вижу, интересная, красивая. Истатные, видите, вот старшные крылые. Ну да. Они там такие есть тоже. Вот. Ну, красавцы, да? Вот. Ну вот, вообще-то, если пескуну от них взять, и они там вырастут, пескуны, они акклиматизируются, да? Игнат Тихонович, они могут, если, это, пескунами их туда, и взять летом эту пескуну? Ну, они у меня, когда мне таких дали, они осенью, еще морозы не настали, они все погибли. И погибают там. Погибают. Это температура, представьте, ночь сейчас под 40 градусов морозу, и они спят совершенно открыто. Ну, они, мы же там выросли в алтаре. А у вас там помещение. Ну, мы под барролом выросли там. Мы тоже тут. Нет, нет, у нас они никак не могут жить. Я даже, которых привезли маленько, я со своими скрестил их, они стали держаться, но летное качество потеряли. Ясно. Они должны быть в тепле, как говорится. Конечно, конечно. Ваши нежные. Вот они, видите все. Ну, очень интересная птица. Мы как-нибудь летом, я сниму, полет их не будет потеплее. Я полет сниму, потом покажу вам. Хорошо. Потеплее когда будет уже. Я вижу, хорошо. У вас дворец настоящий-то. А у меня-то по сравнению... Ну-ка, смотри, Голубятня интересная. Двухэтажная. Двухэтажная, вот она, Игнать Тихонович. Я вижу, вижу. Вот брата дом, вот брат дом. Мы построили сами, вот строили вот в братах. Стены подняли все. Ну, уже 8 лет больше, не дали. Уже 10. Есть уже, да. Сам гостин. Да я 8 лет так уже живу тут. Вот эту Голубятню сами склепали. Вот отец помогал тут вот эту сыроюшку еще нам делать. А ястребы, ястребы вам там не пакостят? Ну, вот сюда. Видите, вот брат мой ловил. Прямо здесь, Игнать Тихонович. Я прям в вольере их ловил. В вольере прям. Ага, вот он, он видит, да, Игнать Тихонович? Это второй этаж. Вот, второй этаж, вольер, вот. И что, туда ястреб залетел? А, то прям вот это, вот сюда. Вот эта дверь, он открывает, брат закрыл, и это самое. Он его там поймал, и там его прям замочили. Идите, и открывают. Понятно, понятно. Я ее открываю, а там у меня дырка, они выходят во второй этаж. И со второго этажа они уже летят у меня. Я их потом заводни стал залетать, и двери закрываю. Вот, и на щеколочке их закрывают. Все. Молодцы. Ой, молодцы, мужики, а. У меня вот это все. Вентилятор, вот вентилятор сделали, видите, и написано. Он свежий воздух. Свежий воздух поступает сюда, Ир. Ой, ой. У нас даже, у нас в СБ такого нету. Ну, а мы вот сделали специально с братом, чтобы затягивал воздух свежий. Когда он убирает, он включает вентилятор, а она, Игнать Тихонович, это, все это вытягивает этот воздух, да. Ну, в общем, мы занимаемся этими голубями постоянно. Брат любит страшно их тоже. И я тоже, вот мы с ними постоянно. Ну, как время есть, так это. Игнать Тихонович, ну, меня, я потом хочу... Сарабских Эмиратов, который мужик прилетел на самолете. Да, да. Борода такая в своей щелме. Он говорит, я тебе, говорит, лучше арабского скакуна дам. Он стоит до 50 тысяч уэра. Я говорю, ну, а как его садят, дай мне только голуби. Я ему 20 штук дал, он мне 7 тысяч долларов дал. Не разговаривал, я чуть не упал. Ну, вот такие сильные голубятники. Приезжают, прилетаются, в Германию много прилетают, берут здесь. Потому что, в основном, вот эти голуби, вот эти у меня красные веслокрылые, назвать статно, они их привезли с России всех. Их тут привезли с России и развели. Это наши голуби русские. Да, да, и мы же говорили, я уже видео показывал. Ну, это наши русские голуби. В основном двухчубые лохмоногие, и вот эта обойная птица, это вся с России здесь. А вот тут на Алтае есть такая порода, называется шалевая. Как будто бы коричневая шаль накинута на них. Это прямо... У нас их тут страшно, и красные шали, и черные. Тут все полное. Их завезли сюда уже 15 лет назад. Красно-шалевые, желто-шалевые, и черно-шалевые, и сизо-шалевые. Все здесь, Игнат Тихонович, полно здесь. Ага. Чего к порам хорошие, они тут разводятся. Да, на витаминах, на витаминах. Я вам покажу витамин. Тут витамины, Игнат Тихонович, держим на витаминах их. Если что-то заболеет, они удерживают. А у нас если заболеет, заболеет, то... У нас лекарство, знаете какое лекарство? ТЧК. ТЧК. Топор. Топор, чушка, конец. ТЧК, топор, чушка, ясно. Нет, тут всяких, тут, ой, юнец. Мы не лечим, мы его сразу убираем. Я на Украину много передал, мы белых, хороших увезли, вот это, что давали. Куча головы у тебя были, Игнат Тихонович. Эмус второй, Игнат Тихонович. Мы передадим, если скажете. Никаких проблем, я вам пары три, четыре передал. Если скажете, Игнат Тихонович. У меня сейчас в комнате, я из голубя тебе принес пару вики голубей. Вот с Алтая, вот с Алтая нашей, Игнат Тихонович. Да, да. Это наши Алтая, это вот скуланды, ихняя кровь, да, завезенная. Завезенная, вот. Как привезли 20 лет тому назад, так они тут и идут. Красота так, чубаты, вот красные, не знаю, да, вот там чубаты. Это старый голуб. Очень интересная птица, Игнат Тихонович. Мы для души держим птицу эту. Только для души. А вот мусульмане запрещают голубями заниматься. Почему? А почему? Кто? Мусульманам они держат. Да вы что, у нас тут турки, чистые мусульманы, они держат, называется, туркиши талька. Они бьют в столба винтом, да, 45 щелчков делают в один ход. В один заход. У меня турки, друзья, муслимы здесь есть. И я вам скажу, у них очень сильная птица. Я первый раз такой спрашиваю. Тут держат. Тут держат. Тут в Германии держат. Может там, Игнат Тихонович? Нет, там, где вот Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, где точно Корана поддерживается, там они запрещают голубей держать. Мне сказали. А тут Турция-то, они тут уже, считай, европеизированные, они с Европой связаны. Да-да. Поэтому они там уже не живут по таким законам-то. Сейчас я ему ленточный. Ленточный, покажи им на птицу. Покажи ленточку. Покажи. Интересная птица. Да, вот ленточные пара у меня. Покажи. Вот лента, смотрите, какие. Не видно, не видно. Вот так. А, во. Вижу, вижу. Ну, красота. Красота. Тоже наши с Алтая голуби. Смотрите, чисто обрезные, все, чистая белая борода. Это у вас бойная, бойная называется, бойная, да? Нет, нет, это статная, они хвосты держат вверх. А-а-а. Вот, вот. Они, вот, видите, засиженные, можно сказать, иначе. Они только для корпуса, они корпусные. Корпусные они, иначе. Это ленточная. А сколько всего голубей у вас? Да тут штук 50. А во сколько обходится содержание ваших голубей со всеми витаминами за год? За год не сильно дорого, Игнат Иханович. Если мы берем мешок один стоит, 11-12 евро стоит, хватает на два месяца прокормить. Сто с лишним ойра. Сто с лишним ойра нам хватает на год прокормить голубей. Это же ерунда, Игнат Иханович. Ну, понятно. Можно стоять практически за бесплатно, но ничего, если зарплата по тысячу, если ты зарабатываешь 100 евро отдать на голубей, разъезжал. А у вас соревнования не делают, что в другой город увезти, чтобы домой прилетали? Есть, это почтовые. Почтовые. Вот у нас увозят их. У нас знакомые есть, Феррайн есть такое здесь. Вот они привозили сюда, вот они в один город съезжаются, а у каждой специальное колечко, там номер который есть. Ну, и расстояние две с половиной тысячи километров. Тысячи километров. И вот они привезли их, машина такая, как вот, ну, медицинская-то. Вот так дверь открывается, открыли. Они как вылетели, даже облет не делали, сразу полетели туда. Сразу где-то штук 140, наверное, выпустили. Они ветром вылетают и пошли. Да, дверь, у машины дверка вот так открылась только, и поехали там, где написано Барнаул, крупно, на Аби, чтобы видно. Специальная комиссия наблюдала, что именно здесь выпустили, время засекли, а там какая прилетит. А, да. У нас рекорд поставлен одной голубке, она из Японии прилетела в Москву. Ого. А тут китайцы закупали, отдавали по 10, по 50 тысяч китайцы приезжали закупать. За пару, Игнат Игоревич, это же вообще с ума сойти можно. А что 50 тысяч чего? За одну пару, за вот этих, за почтовых. А что именно? За одну пару, вот этих именно почтовых, за пару голубых. Нет, я говорю, какие деньги-то платили, что евро или что? В еврах 50 тысяч. Да, невероятно. Вот пару. Это вот, ей-богу, вот клянусь, вот детям. Мне не надо клясться, клясться нельзя. Нет, я просто говорю, нельзя клясться, да. Просто, Игнат Игоревич, я просто, ну, привычка такая, да, как говорится. Это нехорошо, да, нельзя так. Ну, вот я вам говорю, Игнат Игоревич, вот как вот отцу вам говорю, что сильная птица здесь в Германии тоже есть. То есть они их в Бельгии закупают, да, из Бельгии там очень сильная птица, они сюда завозят немцы, и вот приезжают китайцы, закупают. Но я слышал, они закупают их специально для какой-то перевозки, они же тоже там делами своими занимаются. Вчера ролик поставили, показывают в Киргизии, китайцы об этих свалили и бьют. Они в ящиках своровали детей на разные органы-то, и дети лежат, и льдом обложено умершие в мороженом виде отправляют в Китай. Ну, их допрашивают здесь, 300 детей, 300 погибло, 300 детей. Ну, и, говорит, органы-то вынимают, а куда? Остатки, говорит, мы просто съедаем сами. Ай-яй-яй-яй, что творится? Это вчера мне ролик выставили, там матери рыдает, а ребенок лежит, лед поднимает, куски льда, то он весь, как живой ребенок-то лежит, а уже все, ему там лет 8-6. Вот, Игнат Михайлович, хотел вам показать нашу немножко новую птицу, немножко порадовать вас тоже. Ну, да, спаси Христос, я доволен очень. Да-да, мы думаем, порадуем вас, как земляка нашего товарища. Вот это значит Германия, Германия держит голубей. Да-да, очень тут голубятников сильных много есть, да. Ну, вот как мой брат, он, можно сказать, фанат, он плакать будет, если у него голубка хорошая сдохнет. Вот такой он, да, сильный люди, страшный люди. Тут прошло какое-то совещание в краевой администрации Барнауле, приняли решение в каждом дворе, чтобы были голубятни. Ну, это хорошо, это же доброе дело, Игнат Михайлович. Тем более птица, она такая, как говорится, божественная птица, и она, как говорится, птица мира, да, можно так сказать? А у вас болезнь такая есть, вертлячка голову вот так выворачивает? А вот так выворачивает, крутит, да? Нет, она не может летать. Голова вывернутая, и вот так вот он больной делается, голубь. Такая болезнь, вертлячка. А, вы называете вертячка, ну, я понял, вертячка есть. А знаете, откуда, когда с Украины привозят, здесь ее лечат очень мгновенно, но бывает, что если она уже сильно развитая, особенно с Украины, тут привозят, у них у всех там вертячка называется, болезнь. А у нас это не лечится, не лечится совсем. Лечится она здесь, ну, это надо вовремя ее сразу погасить, это сразу буквально, допустим, сегодня заболел, сразу до врача побежал, понес, он там антибиотиками напичкает ее, там, специальными лекарствами. А в основном, эта крутячка, если начинается, то эту птицу всем голову отрывает и убирает. Так я что сделал теперь? Когда заболели, я принял несколько диких голубей, которые дикари, и вывел такой процент, примерно один к трем, и вот они, где болели здесь, и прямо в эту же коробку теперь сажаю. У меня два дикаря, вот здесь вот руку протяну, они сидят сейчас, уже вот-вот парить будут. И они, на них это не действует. Ты глянь, а? Да. Обычно она же через воздух даже, или через питье, да? А вот смотрите, у породистых собак, немецкая порода тут держит, чумка, зад у нее вот так вот вихляется, у собаки, а у бродящих ни у одной этого нету. У меня овчарка дома, но я не стал сейчас снимать, у меня дома овчарка есть, собачка у меня. Ну да. Хорошая кошачка есть, немецкая тоже, да? Да, да. А мы вот ездили, миссионерская поездка-то была, мы проехали от Владивостока до Лиссабона. В Германии у нас остановка, там город Зоннеберг. Зоннеберг. Да, вы рассказывали, у племянницы вы там... Да, да, и с нами собака была, она чемпион России по защитной караульной. Я видел этот ролик, вы там сидели, немецкие читали, Библию читали вы там, Игнат. Да, да. В общем, Игнат Тихонович, дверь открыта, пожалуйста, приезжайте, будете мимо ехать, заезжайте. Ничего себе, мимо. Никогда больше мы не поедем. Ну все, то до сегодня. Все, до свидания, да? До свидания, мы еще поговорим. Благодарю, с Богом, до свидания. С Богом, давайте. Все, отключать можете.